Как получать только полезные уведомления от Facebook? Приветствую, друзья! На связи с вами Ольга Барабанова. И этим видео я хочу помочь вам настроить вашу страничку в Facebook, таким образом, чтобы вы получали только те уведомления, которые для вас важны, которые вы ожидаете, либо, возможно, которых не ожидаете, но они для вас значны. А также настроить отображение вашей хроники, меток, возможности отмечать вас на сторонних публикациях, а также проверим, кто и где может видеть ваши публикации и так далее. Итак, на моей страничке сейчас вы видите единичку только на сообщениях, но обычно у меня вот здесь, на этом колокольчике, собирается большое количество таких же единичек, которые иногда достигают единичек и двоечек с несколькими нулями. Раньше я абсолютно не заглядывала в этот колокольчик, потому что понимала, что 236 и более там уведомлений явно у меня нет желания и времени просматривать, поэтому я просто игнорировала этот колокольчик. До того времени пока не стала очень часто пользоваться Facebook и периодически просматривая эти уведомления, на что тратится очень много времени. Поэтому я для себя нашла решение именно вот в этих настройках, об этом мы сейчас с вами и поговорим. Я вам покажу, как настроить так, чтобы этот колокольчик вам сообщал только о тех действительно событиях, которые для вас важны, которые вы ожидаете, либо не ожидаете, но они для вас действительно значимы. Итак, нажимаем на этот колокольчик и нажимаем настройки. Вы переноситесь в такое поле, как настройка именно уведомлений. Начинаем с первой строки. Каждую сейчас рассмотрим, чтобы вы понимали, какая строка за что отвечает и в принципе знали, что эти настройки существуют. Первая настройка идет звуковая. Воспроизводить звук при получении всех новых уведомлений. Можно включить, можно выключить. Воспроизводить звук при получении сообщений. Включить, выключить. Ну, обычно сообщения для нас важны, обычно здесь оставляем включен. Остальные уведомления, как считаете нужным, например, когда вас кто-то прокомментировал вашу публикацию, вы получаете звуковое уведомление. Теперь следующие важные моменты, о которых нас Facebook уведомляет. Вы всегда будете получать уведомления о действиях, которые связаны с вами. Например, если кто-то вас отметил на фотографии, либо комментирует вашу фотографию. Об этом вы всегда будете знать и выключить это, как видите, невозможно. Что мы можем редактировать? Каждый день нас Facebook уведомляет о том, у кого из наших друзей сегодня день рождения. В принципе, эта функция очень удобна для того, чтобы не забыть кого-то поздравить с днем рождения. Если вы поздравляете своих близких и так с днем рождения, вы знаете, у кого какие дни рождения, когда эти дни рождения, и в принципе вам это уведомление не нужно, если у вас много друзей и все дни рождения вам не нужны, то вы можете эту функцию отключить и не будете знать, когда кто празднует день рождения. Следующее. На Facebook нас уведомляют о том, что произошло на нашей страничке год назад, два года назад, пять лет назад. И обычно, если вы часто пользуетесь Facebook, то такие уведомления приходят достаточно часто. Эту функцию также можно отредактировать, либо все полностью отключить, либо оставить важные, либо ключевые моменты. Иногда интересно даже самому посмотреть, что было несколько лет назад. Как считаете, так можете настраивать. Действия лучших друзей. Если хотите знать, что делают ваши лучшие друзья, то включите, выключите. Я не слежу. Отметки. Когда вас где-то отмечают, вы получаете уведомления. Вы можете следить и видеть такие уведомления, когда вас отмечают друзья, когда вас отмечают друзья друзей, либо все пользователи Facebook, если где-то вас кто-то отметил. Это полезная функция, если кто-то вас упомянул где-то в комментарии, вас отметили, если это, возможно, было нежелательнее, где-то в комментарии, упоминания, то об этом, конечно, лучше знать. Поэтому эту функцию я себе оставила включенной. Но вы еще, как считается нужной, можете исправлять. Страницы, которыми вы управляете. С недавнего времени мне даже эта функция понадобилась для корректирования, потому что моя страница декор ручной работы, она постоянно пополняется новыми людьми. И буквально каждый день мне приходят уведомления о том, что кто-то начал читать мою страницу, что она там нравится, нравится, нравится. И, соответственно, эти уведомления появляются на колокольчике. Я думаю, что-то важное. Прихожу, еще один подписчик, и так вот они там десятки и десятки. Это отвлекает. Поэтому здесь я убрала включено и сейчас тестирую функцию обзор. И вторая моя страница, она у меня осталась включена, потому что эти уведомления для меня сейчас более важные. Новости групп. Вот это очень важный момент, потому что новости групп занимают большую часть вот этих уведомлений на колокольчике. Потому что особенностью Фейсбука является то, что люди могут добавлять без вашего согласия вас в другие группы. И вы об этом получаете уже по факту уведомлений. Когда я нашла эту функцию, я увидела, что я состою уже в более 1400 группах. Естественно, я в эти группы сама не вступала, а меня туда кто-то добавил. И я увидела очень удобную функцию, что можно повыключать группы, в которые вас добавили. То есть повыключать уведомления. Есть функция, когда вы заходите именно в свои группы и там отписывайтесь от этих групп. Либо вы можете поотключать уведомления в этих группах. Здесь можно поставить уведомления, о чем вы будете получать. Все публикации, публикации друзей либо вообще выключить. Вот все группы, которые мне попадаются, я просто отключаю эти уведомления. И вы можете также уделить время и поотключать те группы, в которых вы не хотите получать уведомления. Для чего полезны группы? В принципе, они полезны для того, чтобы находить единомышленников, для того, чтобы люди вас там могли находить. Поэтому, когда вы выходите из группы, то, в общем-то, вас там нет. И никто вас там не увидит. А если вы есть в группе, люди из группы, которые тоже туда, возможно, чаще вас заходят, они вас там увидят, зайдут к вам на страничку, потенциально вами заинтересуются. И таким образом вы можете получить себе нового друга, впоследствии, там, возможно, партнера и так дальше. Настройки эти сохраняются автоматически, то есть, нигде кнопку сохранить не надо, деньги не спят. Получаю уведомления от друзей. Зачем оно мне нужно? Идем дальше. Запросы и действия приложений. Приложения, с которыми вы сталкивались, включали, подключали, здесь вы можете отключить также уведомления из этих приложений. Приложения, насколько я знаю, так часто не беспокоят, но если видите, что какие-то здесь приложения, которые у вас есть, вы их когда-то зачем-то подключили, можно также отключить эти уведомления. Так, прямые трансляции. Наверняка вы замечали, что когда кто-то из ваших друзей запускает прямую трансляцию, это уведомление также к вам приходит в этот же колокольчик. Если вдруг вы хотите не знать о том, что кто-то проводит прямые трансляции, вы можете это отключить. Но обычно прямые трансляции дело интересное. Вы знаете, что в прямом эфире сейчас какой-то человек вещает. если вас это сильно не отвлекает, то это можно оставить также включенным. И еще важная часть этого видео это конфиденциальность и хроника и метки. Конфиденциальность. Кто может видеть ваши публикации в будущем? То есть те публикации, которые вы будете публиковать, начиная с этого момента. Доступно всем. Также здесь вы можете внести изменения и показывать например только друзьям, только друзьям, кроме каких-то друзей выбрать, кому вы не хотите отдельно показывать и вообще публиковать только для себя. Но если вы ведете страницу, на которой даете информацию такую, чтобы заинтересовать людей и чтобы быть полезным большему количеству людей, то естественно ваша страница должна быть открыта и она должна быть доступна всем. Следующая строчка. как можно вас найти и связаться с вами. Некоторые люди, которые знают ваш имейл или знают ваш номер телефона, они по этим данным могут найти вас в интернете, они могут найти вас на Facebook, если только вы это разрешили. Соответственно, опять же, если вы нацелены на то, чтобы люди могли вас найти, если вы заинтересованы в новых клиентах и партнерах, тогда эти настройки должны быть у вас разрешены. Кто может найти вас с помощью имейл адреса, то есть человек сюда вписывает ваш имейл и Facebook ему говорит есть такой человек или человек указывает ваш номер телефона сюда и по вашему номеру телефона Facebook вас тоже тому, кто вас ищет вам вас покажет. Если здесь вы напишете, что вы запрещаете, то человек вас не найдет. Если вы напишете только друзья или друзья друзей, то те люди, с которыми вы пока не общались, они вас по этим данным не найдут. Кто вам может отправлять запросы на добавление в друзья? Это функция, которую вы можете включить либо все, либо друзья друзей. Если вы ведете бизнес через интернет, ищите новых это ваше личное право, вы можете показать всем, либо видеть только самостоятельно, либо друзья, как считаете нужным. Можно настроить отдельных пользователей, кто это будет видеть. У меня здесь такие настройки стоят. Дальше хроника и метки. Вот здесь следующая вкладочка хроника и метки. Давайте вспомним, как это происходит. Когда кто-то загружает фотографию, на которой отмечены вы, эта фотография либо сразу же отображается у вас в хронике, либо вы сначала получаете уведомление, что кто-то загрузил фотографию с вами, а потом эта фотография, если вы захотите, она отображается в вашей хронике. То есть мы с вами можем это откорректировать и настроить. Во-первых, кто может публиковать публикации в вашей хронике? Это можете быть только вы, либо кто угодно. Кто может видеть то, что публикуется у вас в хронике? Это могут быть друзья, либо друзья-друзей, либо все. Ну, у меня стоит, что публиковать могу только я, соответственно, видеть могут все, что я там публикую. Кто может видеть публикации, в которых вы отмечены в вашей хронике? Могут видеть все, но публиковать могут не все. Кого бы вы хотели добавить в аудиторию публикации, когда вас в ней отметят? то есть это могут быть друзья, это может быть только вы, либо отдельные пользователи, которых вы укажете в списке. Я ставлю только я, и если меня кто-то где-то отмечает, об этом знаю только я. Если мне публикация нравится, я ее разрешаю добавить к себе в хронику. Проверять публикации, в которых вас отмечают, прежде чем эти публикации будут показаны в вашей хронике. У меня включено. Покажу несколько примеров. Когда вас кто-то отметил на неудачной фотографии, это может сразу же отображаться в вашей хронике и соответственно все, либо друзья, как вы настроили, могут видеть то, что у вас опубликовалось. Если вам нравится, вот такие случайные отметки в вашей хронике оставляйте. Еще бывают такие ситуации, когда после какого-то мероприятия сразу 5-10 а то и больше человек загружают одинаковые фотографии и в этих фотографиях вас отмечают. Может быть вы такое увидели. И если у вас не настроена предварительная проверка или вы разрешаете всем, все могут публиковать посты в вашей хронике, то соответственно она может заполниться сразу десятками одинаковых фотографий. Это тоже не всегда красиво и приходится это исправлять, то чтобы такого не было, у меня стоит проверка предварительная модерация, но если у вас такого не случалось и вас это не напрягает, то пока можете разрешить всем хозяйствовать так сказать у вас на кухне. Таким образом вы выбираете какие уведомления вы хотите получать вот в этот колокольчик и какие уведомления о вас будут приходить вашим подписчикам либо вашим друзьям, друзьям, друзей и так дальше. Если это видео было для вас полезным, я буду вам благодарна за искренний отзыв. Если вам сложно написать отзыв, поставьте хотя бы лайк, я пойму, что оно было полезно. Ну, и если вы хотите, чтобы ваши знакомые также смогли настроить свои уведомления и узнали о том, как можно отключить группы. Кстати, как можно отключить группы. Мы с вами только что посмотрели, как можно отключить уведомления от группов. Но есть еще возможность и повыходить из этих групп. Вы заходите на свою страничку вкладка еще и нажимаете кнопку группы. Вот здесь вот эти все группы, в которых вы состоите, в которых вас кто-то добавил. И здесь допустим вы хотите каким-нибудь случайным образом мы хотим выйти из неизвестной мне группы покинуть группу и запретить другим пользователям добавлять меня в эту группу. Покинуть группу. Все, то есть и меня в этой группе нет, и соответственно уведомления об этой группе я больше получать не буду. Вот такая еще фишка подсказка. Я вам желаю приятного времяпровождения и до встречи в следующем полезном видео. На связи с вами была Ольга Горобанова. Пока-пока.